Здравствуйте друзья! В этом видео мы с вами поговорим о компактной, но довольно мощной зарядной станции Flashfish A201. В отличие от источников бесперебойного питания, например тех, про которые я рассказывал не так давно, ссылки вы найдете в описании под видео, она не предназначена для постоянной работы в режиме 24 на 7. По своей сути герой обзора это Powerbank, просто довольно мощный, емкий и с розеткой переменного тока. Его можно использовать совместно с бесперебойниками в те моменты, когда возникает необходимость их подзаряжать, но сама зарядная станция не имеет такой функции. В момент подключения внешнего питания, розетка и порт на 12 вольт отключаются, а USB порты хоть и можно использовать, могут отключаться на непродолжительное время в момент перехода. Это важный момент, который нужно четко понимать перед ее покупкой. Перед тем как мы начнем, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти как можно больше людей и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Модель Flashfish A201. Тип устройства зарядная станция. Номинальная внутренняя емкость 48000 мАч, 172 Втч. Максимальная мощность 200 Вт. Тип аккумуляторов литий-ионные. Количество циклов заряда-разряда не менее 800. Выходные разъемы 2х USB-A, USB-C, DC 5.5х2.1 мм, 12 Вольт, розетка Shook AC 230 Вольт. Параметры портов. USB-A 5 Вольт до 2,4 А, 9 Вольт до 2 А, 12 Вольт до 1,5 А. USB-C поддержка технологии Power Delivery с мощностью до 18 Ватт. Порт DC 12 Вольт 10 А, розетка AC 230 Вольт до 200 Ватт, кратковременно до 400 Ватт, частота 50 Гц. Зарядка, блок питания 15 Вольт 2 А или от автомобильного прикуривателя. Возможность зарядки от солнечных батарей, встроенный LED светильник, автоматическое отключение при отсутствии нагрузки. О доставке. Для заказа в Украину нужно было в одном заказе разместить две позиции, желаемую модель станции и специальный лот для доставки за 10 центов. Это необходимо для того, чтобы обойти ограничение на доставку аккумулятора. Продавец присылает два трек номера, первый в самом заказе, по которому пришла салфетка для мониторов, второй в личное сообщение, он отслеживает движение станции. По срокам у меня получилось чуть меньше двух месяцев. 26 ноября заказ был размещен, со скидочным купоном получилось чуть менее 162 долларов. Станцию я получил 14 января, салфетку для монитора примерно на две недели ранее. Станция переехала в пункт доставки Мист Экспресс, никаких проблем, таможенных сборов и тому подобное не было. Поставляется она в обычной картонной коробке с ее схематическим отображением, тут ее назвали портативным солнечным генератором. На задней стороне содержится описание особенностей работы устройства, но текст больше маркетинговый, без каких либо технических деталей. Заявлена защита от перезаряда и слишком глубокого разряда, от слишком высокого тока и потребляемой мощности, а также от короткого замыкания. Содержимое коробки, все упаковано очень хорошо, станция защищена противоударными вставками. Снаружи коробка была обмотана пузырьковой пленкой, все доехало в полной целости и сохранности. Вот все что нашлось внутри. Станция, я заказывал европейскую версию, зарядное устройство, кабель для подключения в автомобиле и кабель с разъемом от прикуривателя, небольшая инструкция. Блок питания, предназначен для зарядки станции от сети. Входное напряжение от 100 до 240 вольт, выходное от 15 вольт ток до 2,5 ампер. Этот кабель подключается к разъему DC 12 вольт станции, для того чтобы можно было использовать устройство, предназначенное для разъема прикуривателя. А это для зарядки самой станции от автомобильного прикуривателя. Для использования на природе это удобно, можно устройство постоянно держать в машине и там же заряжать. А если соединить их вместе, получим кабель папа-папа стандартными 5,5 мм разъемами, например для использования в качестве блока питания для LED светильников или роутеров без запуска инвертора. Инструкция небольшая на английском языке, в ней перечислены основные технические характеристики, про которые я уже сказал, и описано как пользоваться устройством, об этом я расскажу и покажу чуть далее. Вживую устройство оказалось меньшим, чем представлялось по картинке. Корпус из плотного пластика, на фронтальной части экран, кнопки управления, USB и DC порты. Сверху находится ручка для переноски. Правая боковая сторона, сверху находится отверстие для воздуха, который будет вытягивать вентилятор включающийся при работе инвертора. Под ним находится разъем 5,5 мм для подключения зарядки или блока питания или автомобильной. Большую часть задней поверхности занимает плафон LED светильника, под которым находится кнопка которая им управляет. Он имеет 4 режима работы, их я тоже покажу в этом обзоре. И с левой боковой стороны находится розетка переменного тока на 230 вольт. При выборе европейской версии, она будет в формате шука. Может быть и плоская американская или универсальная. Кроме этого, для американских версий будет напряжение в 110 вольт. На нижней стороне нашлась наклейка с серийным номером и перечень технических параметров, про которые мы уже поговорили. Для понимания размеров, решил сделать такие сравнительные фото. Тут рядом с обычными Powerbank, Romo с 30000 мАч и Redmi на 10000 мАч. Как видите, станция действительно не такая большая, как может показаться. А это в сравнении с AcoFlow Delta, так сказать полноценной зарядной станцией с выходом на 2000 ватт и емкостью 1260 ватт-часов. В таком ракурсе разница будет еще нагляднее. Кстати скажу, что AcoFlow Delta я очень доволен, хотя устройство весьма небюджетное, но выручает сильно. Тянет и микроволновку, и электрочайник, и даже электрогриль, про холодильник молчу. А для поддержания менее мощных устройств, я заказал героя обзора. Нажатие на правую кнопку показывает процент заряда. Повторное нажатие включает USB и DC порты. Удержание левой кнопки включения инвертора, вместе с ним активируется вентилятор, он работает постоянно, пока включена розетка. Подключаем зарядку, это автоматически отключает инвертор и DC порт на 12 вольт. При зарядке работают только USB. Для отключения портов, а затем и станции, удерживаем соответствующую кнопку. Еще один момент. Подключим к USB лампочку. Отключаю зарядку и лампочка на секунду отключается. Хотя такое происходит не всегда, но говорить о бесперебойности питания нельзя. Включаем зарядку, лампочка продолжает светить. Включим инвертор, пошло питание на нагрузку. Теперь зарядка. Нагрузка отключается, станция начинает заряжаться. Светильник. Включается кнопкой снизу. Второе нажатие яркий режим. Следующие SOS и потом стробоскоп. После этого выключается. Можно выключить из любого режима удержания. Для некоторых тестов мне пригодилась EcoFlow Delta. Сейчас станция заряжается от сетевого блока питания. Он, напомню, рассчитан на 15 вольт 2,5 ампера. Это 37,5 ватт. Тут, как видно на экране EcoFlow, мощность 56 ватт. Блок питания греется, ощутимо, но не очень сильно. Забегая вперед, скажу, что в ходе тестирования, я несколько раз заряжал станцию с нуля до 100 процентов. Блок выдержал нормально. А это зарядка при помощи комплектного автомобильного кабеля. В EcoFlow есть такой разъем. В таком режиме станция потребляет 40 ватт. Думаю, что это можно объяснить более низким напряжением 12 вольт вместо 15. Сила тока в обоих случаях примерно одинакова. К слову говоря, вместо автомобильной зарядки можно использовать любой достаточно мощный 12 вольтовый блок питания. Например, для LED лент. Разъем тут стандартный. Тест портов станции. При заявленных 2,4 для 5 вольт, тут без проблем можно получить и 3 ампера, без просадки напряжения. Вот в режиме 9 вольт. Тут максимальный заявленный ток до 2 ампер. Как видим, что тут нет и намека на просадку по напряжению, хотя ток даже немного выше. Сделаю более экстремальный тест. При заявленных 1,5 ампер для 12 вольт, поднял потребление до почти 2,7 ампера. Мощность более 30 ватт. Станция тянет, чего нельзя сказать о электронной нагрузке, которая стала раскаляться. Быстрая зарядка на порту USB-C, который как заявлено поддерживает 18 ватт, но как показали предыдущие тесты, явно больше. Еще один тест, с которым мне помогла AcoFlow. Она тоже может заряжаться от автомобильного прикуривателя, роль которого сейчас играет Flashfish A201. Зарядка стартует на небольшой мощности и постепенно нарастает. Как я понял, AcoFlow по просадке напряжения сама определяет, какую мощность она может забрать. В данном случае, она дошла почти до 110 ватт, затем снизилась и зафиксировалась на 100. Это значение я буду считать мощностью 12 вольтового порта. Для тестирования параметров розетки переменного тока, я взял один из своих тестовых стендов, на котором установлен энергомонитор DAG2161C, ссылку я оставлю в описании. Напряжение на холостом ходу около 229 вольт. На всякий случай напомню, что несмотря на то, что в разговорах чаще всего говорят 220 вольт, стандартное напряжение бытовой электросети 230 вольт. Частота в электросети 50 герц, у героя обзора немного выше, около 51 герца. Форму синусоиды мне сейчас измерить нечем, но все подходящие по мощности устройства, которые я испытывал, запустились. Проверим соответствие заявленной мощности. Напомню, что это 200 ватт, кратковременно в пиках до 400 ватт. Я подобрал несколько нагрузок, которые включаю по одной для достижения пиковой мощности. Поднимаем мощность. Предел достигнут, инвертор работает. Превышение максимума на 10%, все окей. Проверим емкость. Первый тест будет на USB портах. Обнуляю показания. Тут будет небольшая мощность, порядка 7 ватт. В качестве нагрузки умный LED светильник Philips. Это соответствует даже немного с запасом потреблению стандартных бытовых роутеров или мини ПК серверов умного дома. Сразу предупрежу, что тестов будет несколько на разных мощностях. Прошло более часа, уровень заряда не изменился, но станция отдала почти 8 ватт-часов энергии. Даже если заявленная емкость соответствует действительно, это более 4%. Очевидно, что по крайней мере в этом режиме калибровка индикатора зарядки некорректна. Более того, он не изменился и через 4 часа после 28 ватт-часов, что составляет более 16% от заявленной емкости. Наблюдаю далее. Тест длится уже 8 часов. Станция до сих пор считает, что у нее 100% заряда. Отдано уже более 56 ватт-часов, что по логике должно составлять более 30% от заявленного. Просадки по напряжению нет. Мощность та же самая, около 7 ватт. Первое изменение уровня заряда произошло почти через 8,5 часов. Причем сразу на 2% в течение минуты. Станция отдала почти 59 ватт-часов. Тест продолжается уже 11 часов. Станция оптимистично заявляет о уровне заряда в 89%, что точно не соответствует действительности. В отличии от более чем 76,5 ватт-часов, которые она отдала совершенно точно. В течение следующих 4,5 часов отображаемый уровень упал почти на 30%. В 15,5 часов отдано более 108 ватт-часов энергии. Далее разряд шел скачкообразным. Менее чем через 10 минут и 1 ватт-час еще минус 5%. А еще через 15 минут было уже 48%. Еще полтора часа. Уровень заряда продолжает скачкообразно падать, уже 16%. Станция приближается к 120 ватт-часам. А светильник, нагрузка беспрерывно работает уже более 17 часов. Все, станция полностью разряжена. Результат 17 часов 54 минуты, 124 ватт-часа. Примерно 72% от заявленной емкости. Тест DC порта на 12 вольт. Тут я буду использовать электронную нагрузку, ток 4,6 ампера. Запускаем. Согласно показаниям нагрузки, напряжение немного ниже нормы, но это может быть связано с слишком тонкими проводами для подключения, других к сожалению не нашлось. Тут индикатор заряда ведет себя адекватнее. Отдано уже более 13 ватт-часов энергии, это видно на верхнем экране нагрузки, когда светит нижний из трех светодиодов справа от него. И 8% заряда, согласно показаний на экране. Продолжаем тест. К слову, кто не посчитал, мощность тут более 53 ватт, что примерно соответствует работе ноутбука с заряженным аккумулятором. Если аккумулятор разряжен, то мощность намного выше, так как часть энергии уходит на его зарядку. 58 ватт-часов, 67% заряда. Индикатор заряда показывает 47% заряда при 93 ватт-часах. Математически пока все верно, 93 это 54% от 172 ватт-часов заявленной емкости. Станция отключилась. Согласно показаниям нагрузки, на мощности чуть более 53 ватт, она отдала 121 ватт-часа, то есть проработала примерно 2 часа 20 минут. Станция полностью зарядилась и готова к тесту на инверторе через розетку переменного тока. Качестве нагрузки будет чудом сохранившаяся у меня лампочка накаливания номинальной мощностью 75 ватт. В качестве бытового сравнения столько потребляет современный телевизор с диагональю 40-43 дюйма или, например, ноутбук с заряженным аккумулятором и хорошей настольной лампой. Включаем. Фактическая нагрузка на старте около 72 ватт. Напомню, что при включении розетки постоянно работает вентилятор. Из того, что я наблюдаю, на более существенных нагрузках индикатор заряда ведет себя лучше. 87% станция отдала 19 ватт-часов энергии. Лампочка прогрелась и вышла на свою заявленную мощность 75 ватт, даже немного больше. Напряжение в пределах нормы 226-227 вольт. Чем дольше идет тест, тем быстрее исчезают проценты заряда, хотя по логике скорость разряда должна быть одинакова. Лампочка светит более часа, станция отдала 78 ватт-часов энергии, индикатор показывает 46%. Следующая контрольная точка 27% и 105 ватт-часов. Добавлю еще то, что в ходе всех тестов станция совершенно не грелась. Воздух, который выдувается вентилятором при работе розетки, такой же температуры как и в комнате. Последние 20% заряда станции израсходовались буквально за минут 10, все-таки с определением уровня заряда тут есть проблемы. Результат на инверторе получился ожидаемо чуть меньшим чем в предыдущих тестах 120 ватт-часов, около 70% от номинального. Время подвести итог. Начнем с недостатков, и главное это емкость существенно ниже заявленной. Я конечно не ждал 172 ватт-часов, это внутренняя емкость аккумуляторов при стандартном напряжении в 3,7 вольта, в любом случае будут потери при преобразовании. Но полагал увидит результат ближе к 150 ватт-часам, в районе 85% от заявленного. По факту даже на низкой мощности нагрузки, фактическая емкость составляет порядка 72% от номинала. Еще один существенный минус это некорректная работа индикатора заряда. Кроме этого к недостаткам стоит отнести отсутствие функции UPS и отключение розетки и порта на 12 вольт при зарядке. Из хороших моментов, 5 портов, 2 USB-A, USB-C, DC 12 вольт и розетка 230 вольт. Их мощность даже выше заявленной. Стандартные разъемы для DC и порта для зарядки, что дает возможность использовать с ней стандартные 12 вольтовые блоки питания для LED лент. Наличие кабеля для автомобиля и переходника под прикуриватель. Хороший встроенный светильник, которого хватает очень надолго, я думаю что он потребляет меньше чем светильник в первом тесте. К сожалению у меня не было возможности проверить форму синусоиды на розетке, что может быть важно для некоторых устройств. Но по крайней мере все то что я подключал работало, а в отзывах в магазине есть подтверждение работы газового котла. Что стоит знать, чем выше мощность подключенной нагрузки, тем меньше энергии может отдать аккумулятор, это видно по результатам теста. Если вы например хотите использовать ее с ноутбуком, то подключать ее лучше сразу, когда аккумулятор еще полностью заряжен, тогда потребление будет ниже, только то что нужно для работы самого ноутбука. При разряженном аккумуляторе, мощность будет намного выше и КПД станции будет меньше. По возможности максимально используйте порты постоянного тока, например если у вас надо запитать устройство на 12 вольт, то продумайте как это сделать от DC порта, возможно докупить нужный кабель или переходник, а не включать инвертор и розетку. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании вы найдете все необходимые ссылки, на устройство показанное и упомянутое в видео, на мой телеграмм канал и группу общения по умному дому. Там же есть ссылки на сервисы материальной поддержки канала, спонсорство, патреон и байми кофе. Спасибо за внимание, до новых встреч всем мира. Субтитры создавал DimaTorzok